Продолжение следует... И мы будем ходить, калядовать. Калядки – это обрядовые песни, которые поются во время зимних святок. Это маленькие песенки обрядовые, которые поют дети, приходя в дом к хозяину с хозяюшкой. Было принято, что дети именно. Год маленький еще, и детки маленькие. О, Арина, смотри, поленец, давай погадай. Давай. Закрывай глаза, выбирай полено. Ой, ну гладкая, гладкая. Гладкий год будет у тебя. Давай я тоже. Тоже гладкая, гладкая. А вот сучок, смотри, будут все-таки, детки будут. И гадают в основном уже девчонки, которые ждут женихов перед выданием у нас замуж. Ну вот, например, валенок кидать через коромыслы у нас, вот старожили, вспоминали, через коромыслы на перекрестке. Можно пролезать в поленнице, в поленнице вытащить полено, посмотреть, какое оно гладкое или суховатое, какой год будет. Гадать можно с 14 января по 18 января, потому что это считаются страшные вечера. Святые вечера не гадают. А те, кто погадают, обязательно нужно в крещение омыться, сходить в церковь, умыться. Когда дети коледуют, одевают маску или медведя, козы, шубы выворачивают для богатства, чтобы год был богатый, чтобы хозяин с хозяюшкой богатыми были. То есть меха лицетворения богатства. Идут уже, когда к дому, идут к дому, уже что-то поют, хозяева слышат их, ждут, когда постучат. И тогда уже стук слышат, открывают, и коледовщики обязательно спрашивают, можно ли поколедовать. И им разрешают, они заходят и коледуют. Кто не даст пирога, мы корову за рога. Кто не даст матрушки, разобьем кадушки. Кто не даст лепешки, разобьем окошки. Кто не даст луковицу, разобьем пуговицу. Ты хозяин, ты хозяйка, пошевеливайся, пошевеливайся, поворачивайся. Коледа, моледа, подавай пирога. Кто не даст пирога, разобьем ворота. Щедравочка щедравала, под оконцей подбегала, Что ты, тетка, наварила, что ты, тетка, напекла. Выноси нам поскорее, не морозька детей. У нас лапки маленькие, у нас ложки зябнут. У нас рукавишки худенькие, у нас ручки зябнут. У нас платочки тоненькие, у нас ушки зябнут. А кота-то короток, коледовщик перед рук. Это мы, коледовщики, можно поколедовать. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Семею посеваю, с Новым годом поздравляю. На телят, на жеребят и на маленьких ребят. Кобы нам колядок на недель десяток. Здравствуйте, с Новым годом, со всем родом. Чтоб здоровы были, много лет жили. Спасибо. Пришла коляда, моля-до, рассыпает моля-до. Да к хозяйке под окно. А хозяйка добра нам конфеток дала. Да, конечно, мы счастливы. Пришла коляда, моля-до, рассыпает моля-до. Да к хозяйке под окно. А хозяйка добра нам конфеток дала. Спасибо. Огощайте, девчонки, чтоб зубки не болели. Отдай Бог тому, кто летом в дому. Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье. Отдай Бог нам больше того. Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье. Спасибо. Остайтесь, а не мешайтесь, а дайте шерихотику веселому народику. А что нам черные шалюшки, мы ведь не заводские. Что нам дальние ребята любят околотские. До свидания, до свидания, до свидания три раза. А еще раз до свидания, ваши милые глаза. Спасибо. Спасибо, молодцы, что вы приехали в нам. К этому дому всего хорошего. Мир вашему дому и вашему дому. Угощайтесь. Конфетки, барабочки. Везде по-разному коледую. Песенки разные у всех. В каждой деревне, в каждом селе, в каждом регионе. Свои обряды и свои традиции. У кого-то такая звезда, у кого-то... Вот в пермской традиции, например, у нас в Уинском районе ходят не со звездой, а делают лик. Его украшают веточками еловыми. А на веточки еловые делают красивые из фантиков или бантики, или цветочки. Украшают вот и ходят вот с таким образом, коледуют. А где-то со звездой ходят. Ценность обрядов... Традиции помогают нам жить. Они сплочают людей. В этом и ценность. А когда мы сплочаемся, нам легче живется, наверное. Да? Ценность. В нашей культуре. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»